Сложение однобитных чисел, треугольник Паскаля, салфетка Синькин, теорема Фунта Все вы знаете, что самый простой раздел, но в арифметике самое простой это арифметические операции, конечно а самая простая операция это сложение Тем не менее, почему-то в русском языке слово «сложность» тоже происходит, по-видимому, слово «сложение» хотя, скажем, в западе в европейских языках, соответствующий математический термин происходит у другого английский значит «complexity», по-видимому, немецкий «complexitet», но и там видим корень «complex» в русском языке слово «complex» или «complex» тоже встречается, по-моему, еще то что оно означает, правда, трудно сказать, кредитеральное но, тем не менее, слово «сложность» в русском языке слово «сложение» а чего же «сложность»? я хотел вас убедить в том, что сложение это действительно не такая простая вещь в классе будем числа в самой простой системе какая только может быть, дворечная и рассмотрим самую простую задачу в планку одноразрядные числа например, мы хотим сложить их 15 то есть числа x1 и x2 – а, вдаль и х – 15 я их так обозначаю с индексами, потому что обозначать их разными буквами а, б, ц, д, е и так далее неудобно эти числа принимают значения 0 и 1 Вот мы и хотим сложить. Что при этом получится? Получится, конечно, какое-то число от 0 до 15. Но мы результат должны записать в двоичной системе с числением. А как число от 0 до 15 записывается в двоичной системе с числением? Записывается оно с помощью четырех цифр. Вот двоичная запись числа записывается с помощью четырех цифр. Я вот тут на всякий случай дышу двойку, чтобы подчеркнуть, что эта запись двоичная. Двоичная запись выглядит следующим образом. Цифры 0 и 1. И вот эта запись на самом деле означает вот такое число. Нужно у, прибавить 2, прибавить 4, прибавить 2, прибавить 8, прибавить 7. А 1, 2, 4, 8 в степени 2. Ну, в десятичной системе просто вместо двоик будет стоять 10. Ясно, что оно будет число от 0 до 15 вот в таком виде записывается. Ну, например, если все у будут равны единице, то как раз получится 20. Если все у будут равны 0, то получится 0. И каждое число от 0 до 15 в таком виде записывается в вполне определенном единственном уровне. Значит, результатом у нас должно получиться вот такое число двоичной записи. Ну, возникает вопрос, а как нам вычислять вот эти числа у по х? В простейшем случае, когда мы складываем, скажем, 2 или 3 числа, можно составить просто таблицу. Вот я составил таблицу сложения двух одноразрядных числов. Ну, при сложении двух одноразрядных числ получается число 0, 1 или 2. Двоичные за числением. Чтобы записать все эти числа, нам нужно все-таки два разряда, потому что двойка записывается как 1 0 в двоичной системе. Ну и вот таблица сложения у меня здесь написана. 0 плюс 0 это 0, 1 плюс 0 и 0 плюс 1 это единичка, и 1 плюс 1 это 1 0. То есть 1 плюс 1 равно 10, если в десятичной системе это все понять. Ну, в десятичной системе, конечно, это неверно, а в двоичной системе это нет. Значит, зачем я вот тут пишу нолики? В принципе, они не нужны, конечно, можно было обойтись без них. Но поскольку я заранее не знаю, какие у меня числа, и мне хочется, чтобы ответ был верный всегда, мне приходится писать здесь нолики. Именно из-за того, что иногда старший разряд все-таки бывает равен 1. Вот такая таблица для положения двухразрядных чисел. Ну, можно таблицу это, в своем случае, трехразрядных чисел составить. Вот она тоже составила. В результате, кстати, все равно получается двухразрядное число, потому что результат равен либо 0, либо 1, либо 2, либо 3, а все эти числа записываются в двоичной системе с помощью двухразрядных. Самое большое число – тройка. Написывается вот так. Но если мы захотим составить такую же таблицу для сложения, например, 15 чисел, то она будет теперь идти приблизительно вот таким вот образом. Здесь будет записываться всевозможные наборы из нулей единиц длины 15. Начиная с уровня 0 и кончая 9. Ну так же, как здесь у нас записаны всевозможные наборы длины 2 из нулей единиц, а здесь написаны всевозможные наборы длины 3. Здесь наборов 4, здесь 8. А если наборы будут иметь длины 15? Их количество будет равно 2 из 15 степени. Это приблизительно 30. Можете сами посчитать более точно. Значит, вот такая вот огромная таблица. Ну а здесь, кстати, нужно еще написать записи наших разрядов от y0 до y3. Ну вот они будут меняться тоже таким образом. Здесь будут, конечно, нули, а здесь будут, конечно, единицы. Потому что сумма 15 единиц записывается в дворечной системе как 1,1,1,1. Таблица будет огромная. Появится ей неудобно. Возникает вопрос, а как же быть? Как нам вот эти самые числа что-таки найти по числам x1 и так далее, x15? Ясно, что каждое из этих чисел по набору чисел x1 и x15 вычисляется однозначно. Потому что вот у нас есть таблица. Пройдя на эту таблицу, мы можем выделить любой момент, скажем, y3. И он превращается в таблицу значений некоторых функций. Это функция 15 аргументов непеременных. И все они принимают значение 0,1. Ну и сама функция тоже принимает значение 0,1. Вот здесь фактически у нас написана таблица сразу четырех функций. Потому что у нас четыре разрядов. Ну и здесь написана таблица 0,1. Вот такие функции, у которых аргументы принимают значение 0,1. А сама функция тоже принимает значение 0,1. Называются больевыми функциями. В честь английского математика Джорджа Булл. В 19 веке такими задачами начал заниматься. Давайте посмотрим на нашу самую простую таблицу. Вот у нас возникает функция от двух переменных x1 и x2, которые имеют вот такие значения. 0,0,0. Какой формулой можно эту функцию записать? На самом деле можно ее записать в вот такую формулу. Просто обычным умножением. Если мы y1 умножим на x2, 1 на 1 будет 1, а в остальных случаях произвело быть равно 0. Это самое обыкновенное умножение. Так что y1 выражается вот такой вот простой формулой. А y0. y0 это такая функция. Если значения двух наборов одинаковые, 0,1,1, она равна 0. А если значение x1 и x2 разное, она равна 1. Для такой функции есть специальное обозначение. Оно называется сложением по модулю 2. И чтобы отличаться от обычного сложения, знак сложения рисует в кружочек. То есть это сложение по модулю 2. Вот оказывается, если мы имеем обозначение для двух таких очень простых булевых функций, Ну а булевые функции, кстати, еще называют функциями алгебры. Оба названия равносильные. Каждый называть как ему нравится. Ну булевые функции немножко короче. Причем тут алгебровики вообще тоже, наверное, надо бы рассказать, но я боюсь, что у меня будет мало времени, поэтому я в этот вопрос управляться, наверное, не буду. Итак, вот у нас есть две функции алгебровики. Это обычное умножение и сложение, но не обычное, а сложение по модулю 2. Отличие его от обычного сложения в том, что 1 плюс 1 равно не двойке, а равно 0. Так вот, если у нас есть такие всего-то две функции, оказывается, мы можем 4 функции, которые будут вычислять нам все 4 разряда сложения наших 15-разрядных тисел, все эти 4 функции мы можем записать в виде формул с помощью вот этих двух операций сложения по модулю 2 и умножения. Я сейчас эти формулы напишу. у в 0, вот этот матчный разряд, вычисляется опять с помощью вот такой же формулы. Можно просто сложить все 15 разрядов по модулю 2. Ну, возникает вопрос, а как это сложить 15, когда мы умеем складывать числа только под? Ну, на самом деле, конечно, нужно действовать вот так. Сложили первые два числа в том, прибавили на тюрьму число. То есть нужно некоторым образом расставить скобки. Ну, конечно, можно сказать, а если мы по-другому скобки расставим, что получится? А результат будет одинаковый, как бы скобки не расставили. Поэтому я их и не стал. Почему результат будет одинаковый? А потому что этот результат можно получить таким образом. можно вместо того, чтобы попарно складывать числа по модулю 2, можно сложить эти числа обычным образом. Получится, конечно, какой-то результат от 0 до 15. И полученное число надо заменить на его остаток от деления 0. То есть если число четное, написать 0, а если не четное, написать 1. Символически это записывают так. Число и пишут знак МОД 2. Полностью считается, что мы вместо самого числа пишем его остаток от деления 0. Или, как говорят, приводим его по модулю 2. Ну, а поскольку вот эта сумма получается всегда одинаково, в каком порядке мы числа не складываем, то ясно, что и при выполнении этих операций порядок положения не важен. Вот тут у меня уже нужно хватать места, поэтому у меня заходу эту часть и напишу остальные формы. Откуда они берутся, я буду объяснять дальше. Следующий разряд у1, то есть разряд 2, это как бы был разряд 1, это разряд 2 в сегодняшней записи. Он вычисляется вот таким образом. Я пишу коровку в форму, а потом объясню, что она значит. Это сумма по модулю 2 всех возможных попарных произведений в примерках. Ну, вот здесь это и написано. Мы берем какую-то переменную x с номером i, берем переменную x с номером j, а i выбираются в промежутке от 1 до 15. Ну, при этом мы можем всегда считать, что i меньше j, потому что нам нет смысла одно и то же произведение считать 2 раза. Поэтому всегда в произведении мы можем в первой сомносе предполагать, что у него номер меньше всего. Вот такая вот сумма. Это символическое обозначение, а полностью она выглядела вот так. x1, x2 прибавить, x1, x3 прибавить, x1, x4, ну и так далее, пока мы доберемся до произведения x1 на x15. Дальше мы начинаем видеть произведение, начиная с 2. Это будет x2, x3. Ну, x2, x1 не нужно написать, потому что она уже у нас есть. Дальше будет x2, x4, ну и так далее. Ну, и в самом конце, естественно, будет x14 и 0. Вот такая сумма. Она довольно длинная и сколько у нее слагаемых даже сразу не ясно, но мы сейчас с этим разберемся. Теперь так будет вычисляться в первую форму. Он будет вычисляться так. Подобную же формулу можно записать тоже довольно таком. Здесь будет стоять произведение не двух переменных, а четырех переменных. То есть xy умножить на какое-то режиме умножить на xk умножить на xn. Произведение четверых переменных. Минералы, естественно, мы можем считать, что они у нас расположены в порядке возрастания. Потому что каждая четверку, мы только один раз имеем в этой особенности. Ну и здесь мы напишем границы, которая изменяет примерные, с одного до пятна. И вот рассмотрим такую сумму. Это ее символическое обозначение. А если ее по-честному писать, то нужно будет написать x1, x2, x3, x4. Это будет первая программа отдача. Будет скажем, x1, x2, x3, x5. И в конце появится произведение последних четырех переменных. То есть x11, x1, x12, x13, x14, x15. Но я уже выписываю не буду. Так, места у меня уже мало. Но придется мне стереть, наверное, вот здесь, это в таблине школы. И записать здесь, наконец, последнюю формулу для старшего разряда этого числа, с которой мы обозначили играть 3. А последняя формула будет такая. Это тоже будет сумма по модулю 2. Все суммы по модулю 2 у нас, естественно. А произведение будет уже не в четырех со множителями, а в восьми со множителями. Ну, произвольное произведение восьми со множителями можно написать, наверное, только таким образом. Первая переменная с каким-то номером E1, вторая переменная с каким-то номером E2, ну и последняя восьмая с каким-то номером E8. Мне уже приходится, я не могу записать так, как я писал раньше, E, J, K, E, потому что мне нужно восемь букв использовать. Восемь букв, я уже не помню, как их назвать по-хорошему. Проще их за номером. Вот так обычно их делают, когда букв не хватает. То есть произвольное произведение восьми со множителями выглядит вот таким образом. Естественно, предполагается, что именно вам индексы, кстати, тоже срочно монотонно возрастают. Это делается для того, чтобы одно и то же произведение много раз не учитывать. Ну и, естественно, границы пишутся. Как раз мы берем эти индексы, они изменятся до пятнадцати. И берем вот такую сумму. Если эту сумму выписать честно, то сначала мы записываем произведение первых восьми переменных. Потом к ним прибавляем произведение вот таких восьми переменных. Первые семь переменных, следующая переменная будет, скажем, X9. Ну и так далее. И перебираем все возможные комбинации по восемь разных переменных. В самом конце, естественно, будет стоять произведение последних восьми переменных. Ну, то есть, начиная с восьми, кончая с X. Вот така е толщество, очень длинное существо. Ну, а теперь я попытаюсь объяснить, почему эти суммы действительно вычисляют правильно разряды Y0, Y1, Y3 нашей операции сложения пятнадцати одноразрядных часов. Для этой цели нам понадобится понятие феномиального коэффициента и таблица, с помощью которой феномиальный коэффициент вычисляется, так называемый треугольник Pascal. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...